всем привет вы на канале таковка 2 и сегодня у меня просто супер попер новость вау вау мне купили беззубика мы с родителями пошли и мне купили вот такого няшечка беззубика из той же серии как у меня был клевак лык вот он я его засуну в коробочку как вы помните мне его подарил моя подруга на мой день рождения и это тот же самый беззубик мы потом сходили с родителями и нашли беззубика также в коллекции как вы знаете присутся за гранили которую скорее всего я может быть тоже прикуплю и теперь такое как скажем небольшое вступление небольшое обращение к хейтерам вот просто скажу что есть если вам не нравится как приручить дракона не смотрите смотрите my little пони блин у меня не должен быть канал только мальта пони и снимает то что я хочу я снимаю драконов потому что ну мне не нравится я снимаю мальту пони я блин снимаю то что я хочу это мой канал это мое мнение как бы вы тут вообще на моем мнении почти хейтеры блин не влиять не хотите смотрите смотрите пони это мой канал я хочу снимаю как бы вы тут вообще никакого не иметь и такого всего просто все так давайте уже вернемся к беззубику нашему и что же давайте рассмотрим поближе точнее давать его коробочку коробочка такая же символом такой начну фури вроде той разящей я не помню значит потом тут написано тоже how to change dragon the hiding world jim works и как мне кто-то написал что я плохо разбираюсь в английском языке ребята блин я учусь блин ну как будто все хорошо как будто вы хорошо знаете английский язык конечно не все хорошо знают английский язык вообще английский язык распределяется на две группы английский ну английский язык и английско-американский блин кто знает как правильно может быть я не читаю неправильно по-английски может я правильно читаю по-американски блин ребят ну чего вы придираетесь к такой мелочи конечно здесь ну это по-детски просто это по-детски такой мелочи придираться блин я даже не придираетесь ну что что неправильное ударение блин ну просто человек может быть учится вы подумайте как бы при тем как писать такое блин я же еще учусь да блин как и вы ну давайте ладно приступим дальше how to train dragon 3 works такая же фирма точно спин мастер если правильно конечно что я потом тут у нас тоже нарисован безбек и икинг что у нас тут еще есть здесь у нас еще есть надпись toothless и надпись точнее значок разящий да кстати я не заметил вот мне показалось что это очень похоже как на чешую дракона вот именно на беззубик я когда смотрела упаковку потом от моего клёвок и очень похоже на чешую именно беззубик вот у него вот здесь вот на лапах можно присмотреть такая же чешуя так что ж давайте посмотрим кто тут есть в коллекции это hookfuck toothless и starfly я очень хочу грингильду ну как вы знаете это грингильда это беззубик а это кривоклык как это все переводится вот тут нарисован наш беззубик как я поняла он с черным хвостом так как в третьей части икинг ему сделает новый хвост черный с которым он сможет сам улетать и уйдет длинной фури в скрытый мир да печально конечно последняя часть что драконы уйдут ну как мне стало известно драконы вернутся там беззубик вернется с детишками о это вообще прям няшечка когда я узнал об этом я не знаю блин у меня такая улыбка вообще была я не знаю вообще я прямо рада так давайте еще посмотрим тут тоже так же нарисован беззубик такой мордочкой волос такой синие стучкой как во второй части я говорю у него синяя спина была вот эти штучки они у него раздвоились и были синие и вот это тоже вот тут так давайте уже достанем нашего не ласку няску няску самого милого из коробки тут он очень легко давайте вам покажу как я делал просто беру опа маги так что эти достанем коробочку мы уберем вау вау ребята вау просто вау это это я не знаю как даже объяснить просто вау да вау господи вау о мама как я мечтала бы так вот давайте обратим внимание на его хвост вот именно я хотела обратить внимание на хвост вот как и говорила в безуме сделаю конечно беззубик сделать сам всех вас и king сделает беззубика хвост вот такой вот вот эта половинка она не настоящего от видно тут такие штучки которые помогают беззубику одновременно две части так вот там открывать как он их там одновременно круче двигать двумя частями хвоста протезом вот этим вот так называемым хвостиком и настоящим так давайте его поставим на ноги вот он да ос осто и да шикарно шикарно цвет у него двигаются лапки смотрите шикарно вот-вот прикольно прикольно ой эти двигаться вау вау но я конечно видел что бегут так как он сейчас он стоит быть не стоит о осяному лап поправим вот вот он король всех драконов так дать посмотрим в принципе хвост сделан качественно даже этой штучки на правильной месте так давайте посмотрим у него вообще вот так вот на него так спинки на спинке у него сделаны его же такие как шипчики шипчики такие хорошенькие которые у него были раздвоенные помню второй части он это узнал еще такой как как и узнал это маленькие крылья то есть это не что-то другое это именно маленькие крылья которые у него присутствуют а вот это вот это именно хвост это именно хвост чтобы не путать вот его большие крылья которые вот так вот можно сделать вот прямо сейчас как стартанет и полетит вот так сейчас на стартанет и крыльями он может вот так вот шевелить а дальше да он дальше может вот так короче крыльями он может по-любому шевелить давайте постоянно так что и посмотрим тут так у него мордочка дайте посмотрим на мордочку так мордочка красивая глаза сделаны качественно зеленого цвета у него тут такие зрачки большие так как я точно понял что у меня есть безумик из первой части сейчас вам покажу он такой старый уже вот у него там зрачки не такие маленькие вообще суженые так как ну в первой части помню у него такие вообще глаза были такие дикие он не был совсем таким приученным он был еще такой дико дневной дневной ночной фурии а вот уже именно из третьей части безумик у него прям такие глазки добренькие такие ну вообще то есть дробь добрый король там дракон всех драконов вообще очень добрый я думаю он просто еще был рад так как у него появится вторая половинка дневной фурии кстати если я куплю дневной фурии на нее обязательно будет обзор обязательно без каких-либо нет нет и да 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 так вообще он очень прикольного можно в разные вариации вот так вот например вот знаете как кошки крадутся вот так вот вообще добычи когда они подходят вот так вот одну лапу сюда другую назад там это беззубик у нас в позе кошки на охоте пантера такая черная так ну давайте его рассмотрим мордочку значит у него очень красивые и качественно сделаны ушки даже такие маленькие тоже как шипчики глазки милы как игры все качественно сделано ротику тут даже есть полосочка ротиком сюда меня никаких придирок нет качественно штучки такие да посмотрим его лапы лапы у него почти все одинаковые рассмотрим передние у него четыре коготочка так и должно быть лапки вот такие мягенькие хорошенькие по всему телу виден рельеф его чешуи здесь тоже есть такие шипчики но они есть только на передних лапах на задних лапах у него нет так вот задние лапки придем к ним у него тут тоже 4 коготочка тоже делал такой рельеф но здесь отсутствуют такие вот шипчики так давайте рассмотрим крылышки крылышки у него так вот так у него и вокруг глава крусто но я не хочу просто потому что еще что-то случится а я очень дорожу эта игрушка то что мне очень нравится так значит крылышки у него с двух сторон одинаковые вот такие вот прожилочки ну и тоже чешуя такой рельеф есть пузико кстати пузико мне он нравится нет вот такая как грудка такая и вот тут маленько такую пузико мне усико мне усико так вот я говорю у него тут везде лилеф чешуя прям везде 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 качественная игрушка там я к этой игрушке тоже претензий нет как и крыло клыку игрушка хорошая качественные мне очень нравится в принципе она сделана очень хорошо но первое я не хочу ругать первую вторую часть по игрушкам они тоже суперские, шикарные. Как я поняла, что вот эта вот серия как я поняла, идут таких крупненьких дракончиков, ну, крупненьких таких, не маленьких. И здесь отсутствуют у любой игрушки, как я поняла, залп. То есть пулька, которую он стреляет. В принципе, что мне кажется, довольно логично, так как, если это играет маленький ребенок, то он вполне возможно может ее потерять. А тут он может хотя бы крыльями пошевелить, и если ему он нравится, то он может поставить, и она будет красиво у него стоять. Ну, или, как я еще говорила, он может ее просто взять, поехать в гости к бабушке, к тете на даче, там, я не знаю, куда он хочет, и ничего не потерять, потому что, блин, вот просто одна игрушка, и все. Что ее стоит положить в какую-нибудь там коробочку, сумочку? Причем у него все там сгинается, вот крылья вот так вот положишь. Все в порядке. Кстати, у нее из пластика сделан у него хвост, он такой мягкий, он самый такой, тверже, кстати, как у крылья-клыка, вот здесь он сделан мягко. Очень. Тут у него нигде, в принципе, таких мягких элементов нет, у нее все твердое, как я поняла, но все равно. Да, тут даже твердое. Поэтому такой вот хвост у него мягенький такой. Вообще, да, я очень-очень довольна, я очень рада вот этим подарком, так как я просто обожаю каплючит ракона, просто обожаю. Еще раз говорю, хейтеры, если вам не нравится, просто смотрите, смотрите Мальдалпони. И хватит писать всякие такие гадости. И если вам понравилось это видео, то ставьте лайк, и смотрите мои видео, и, конечно, подписывайтесь на мой канал. И всем пока! Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok